Пишет Вячеслав Вячеслав, здравствуйте, это комитет по борьбе с Путиным, весь интернет говорит о том, что в конце года вводится новая пенсионная реформа, пенсии отменяются, пенсии будут выплачиваться только силовикам и госслужащим, они засекретили этот закон, но они все равно просачиваются. Ну и спрашивают, как я к этому отношусь, но этого конечно не будет, чтобы они не платили пенсии, потому что на что люди будут жить, если только они конечно не хотят социального взрыва, не хотят, чтобы их смели, такое я тоже вполне допускаю, что они желают, чтобы их смели, ну как любой маньяк, который хочет, чтобы его поймали. В данном случае хотят слить Россию под Китай, поэтому конечно нужно такое массовое восстание везде, не просто такое, как 5-го, 11-го пришли, ребята этих выкинули и все сделали нормально, да, такое массовое, то есть чтобы все в разнос шло. Вот чтобы все в разнос шло, это вполне допускаю, что они могут сделать. Я вам могу сказать по поводу пенсии, есть выражение мое любимое латинское, да, минимум ни хель проксима, то есть минимум, мало, к ничто ближе. Ну посмотрите, какую они пенсию платят, смешная пенсия, они 65 сделали возраст для мужчин, 60 для женщин. У них и так хватало на пенсию собираемых денег, и мы вам доказали, когда просчитали, а сейчас у них будет больше. Ну почему бы им не платить эти копейки людям? Я думаю, что они условия измерят, просто увеличат стаж для получения пенсии в 65, а если такого стажа нет, то значит в 70 и так далее. Поэтому, я думаю, тут волноваться нечего, они как держали людей впроголодь, так и будут держать. Они не сделают, к сожалению, ничего такого, что могло бы сподвигнуть людей на восстание. Вячеслав Мальцев, а что, если США будет насаждать не демократию, а прямой народовласть, и Ярик Волков не будет? Почему? Потому что Соединенные Штаты живут очень хорошо. Те страны, которые живут очень хорошо, они не будут долгое время ничего менять. Когда меняют? Тогда, когда низам уже все обрыгало, да, да и верхи уже ничего не могут жить по-старому. Тогда происходит это. А когда могут, когда у низов все нормально, какие-то он с Женей рассказывает, чеки присылают, да и не только Женей. По 1,9 триллиона выписывают на социалку. Ну, конечно, люди довольны более-менее. Если они чем-то недовольны, они там высказываются, выходят на какой-то протест, что-то делают. Но это отдельные люди, отдельные группы людей, это же не весь народ. А чтобы такое движение сообщить, нужно, чтобы большинство этого желали. Наревали вот свое мнение, что в Китае вложены бабки серых кардиналов США, в частности Сорос, поэтому все издаются перед Китаем. Да Сорос, вы большие очки ему пишете. Конечно, в Китае вложены деньги, огромные деньги этих самых серых кардиналов. Ну, если бы там не было верхушки вот этой китайской, да, если бы не было трудолюбия китайских всех вот этих рабочих, да, если бы они не были такой нации умной и многочисленной, самое главное, то, наверное, ничего бы не получилось. Китайское чудо как раз из-за того, что они работоспособны, из-за того, что у них очень жесткая дисциплина, жесткое руководство и так далее. Продолжение следует...